Сегодня итоговый выпуск. Мы закончили стилизовать квартиру, сделали фото и видеосъемку. И сейчас более подробно расскажем, что у нас здесь вообще происходило. Первый этап у нас был строительный, где мы сделали всю отделку и покрасили стены, положили плитку, которую мы показывали во время марафона 50 дней. Второй этап был сборка корпусной мебели, встроенные шкафы в зоне спальни, кухня, шкаф возле прихожей и встроенный шкаф в ванной комнате. Третий этап был – это завоз мебели и ее расстановка. Диван, обеденная группа, консоль под телевизор либо под картину, прикроватная тумбочка. Четвертый этап – это декорирование нашего пространства, так называемый стайлинг профессиональный под фото и видеосъемку. Сейчас хотел бы обратить внимание на некоторые детали нашего интерьера. К примеру, как мы помним во время ремонта, здесь у нас была ниша, которую можно было использовать под видимый шкаф, а здесь поставить какое-то кресло или рабочий стол. Но тогда у нас не получилось бы спального места, был бы диван, который надо было бы постоянно раскладывать. Я принял решение, что пусть будет лучше кровать, которая будет постоянная, стационарная, а на этом месте будет диван, который также не раскладной, а будет просто самостоятельный. Потому что все раскладные диваны, они недостаточно красивые и воздушные. У них не будет таких тонких парящих ножек, не будет под ним пространства. То есть это определенное интерьерное решение. Для того, чтобы не выделять эти встроенные шкафы, я принял решение покрасить цвет стены вот эту створку шкафа, а три створки, которые находятся в нише вровень с кроватью, покрасить в более темный цвет, который у нас выкрашена сама ниша. Тем самым человек, который будет здесь жить и будет этим пользоваться, сможет спокойно подходить, открывать вот этот шкаф, брать одежду, брать какие-то вещи, которые сюда там убраны. Если одежда висит какая-то в той части, то не составит труда встать на кровать, открыть дверцы, взять одежду и также ее использовать. Также я продумал место под хранение чемоданов, потому что это вечная проблема, куда убирать громоздкие вещи в маленьких квартирах. Здесь есть как раз такое пространство внизу, куда можно поставить три больших чемодана, либо поставить два чемодана и еще какие-то вещи, которые убираются там сезонные. Поэтому он достаточно функциональный. А внимание он на себя не выделяет, то есть это смотрится как часть стены. Его выдают только вот эти ручки и щели, которые показывают и говорят нам, там находится шкаф. Для того, чтобы продолжить декор стены, мы также его нанесли на эту дверь, но сделали небольшие запилы для того, чтобы дверь комфортно открывалась. В общем пространстве у нас здесь сделана французская елка, паркет, выберенный дуб, а в зоне кухни и прихожей сделана такая плиточная дорожка. Это на самом деле удобно и функционально, потому что мы заходим в зону прихожей, в грязные обуви и проходим в зону кухни. Также мы предусмотрели здесь теплый пол для того, чтобы в зимнее время было комфортно ходить. Поскольку здесь очень маленькая кухня, а все, кто готовит, понимают, что нужно какое-то пространство для готовки, по сути здесь только вот эта есть столешница, дальше идет варочная поверхность и мойка, то остальную технику мы все вынесли на эту противоположную сторону, то есть микроволновку, духовку и холодильник. Холодильник у нас встроенный, потайной, для того, чтобы не привлекать внимание. Я люблю, чтобы все было скрыто и функционально. Внизу находится морозилка. Здесь находятся еще какие-то дополнительные полки, куда можно убирать кастрюлю или всякую кухонную утварь. Наверху мы также сделали небольшие пространства, куда можно также что-то убирать. Здесь есть еще функциональный шкаф и есть маленький шкафчик внизу. То есть достаточно функциональное пространство. Если сказать, что да, кухня маленькая, но на самом деле, если мы ее дополним еще вот этим шкафом, то получается достаточно много пространства и есть, где что хранить. Были идеи, как использовать вот эти окна, потому что на самом деле, с точки зрения маленького пространства, очень жалко, что пропадает угол. Но с другой стороны, то, что нам подарили вот такие нестандартные окна и дополнительный свет, мне это очень понравилось. Это очень классное решение. Я тоже долго думал, что здесь вообще сделать. Может быть, здесь сделать продолжение какого-то столика, какой-то рабочей поверхности. Но тогда бы мы не могли бы подойти к окну. Это было бы некомфортно. Здесь было бы мало воздуха. А так мы можем подойти, мы можем сесть здесь комфортно на стул, покушать. Никто нам ничего мешать не будет. А здесь, может быть, у нас появится какая-то скульптура или какая-то ваза с цветами, какой-то дополнительный декор. То есть здесь есть место для творчества. Подоконники у нас получились комфортные, достаточно такие вальяжные. Порядка 60 сантиметров. Здесь тоже можно функционально что-то ставить, их использовать. Но я ничего не стал ставить, потому что я не люблю, когда это наставлено. И ты смотришь с улицы на окна, и там вот это вот. Обычно все у всех стоит, и это смотрится не очень эстетично. Но в целом это очень рабочая и функциональная также поверхность. Стол мы взяли в Икее, как и многие предметы мебели. Консоль, к примеру, тумбочка. Достаточно очень хорошее качество и, конечно, очень приемлемая цена. Он раздвигается, поэтому если придет какая-то большая компания, то здесь можно его раздвинуть и сесть там 6-8 человек спокойно. Тем более здесь место это позволяет. Есть также раскладные стульчики, тоже икеечные, 4 стульчика. Сейчас они находятся у нас на складе, внизу, в подвале. Мы их поднимем и поставим туда в зону шкафа, для того, чтобы можно было доставать и также здесь это использовать. На кухне у нас есть посудомойка, у нас есть ящики для ножей и вилок. Здесь у нас будет мусорное ведро, и также здесь будет установлен фильтр для воды. Сделали мы подсветку рабочей зоны. Обратите внимание на шторы. Изначально в нашем проекте были классические шторы, которые раздвигались в две стороны. Но когда я пришел на квартиру, я понял, что этого делать нельзя. Мы просто съедим 20 сантиметров комнаты. Поэтому я оперативно принял решение сделать римские шторы. И они очень гармонично сюда вписались. Идемте в ванную. Ванная у нас получилась очень объемной. Конечно, мы сюда долго думали поставить, может быть, просто полноценную ванну и в ней сделать душевую кабину. Но я принял решение, что мы сделаем лучше комфортную душевую кабину. В ванную делать не будем. Опять же, поскольку квартира небольшая, она не предполагает того, что здесь будет жить семья с детьми. Следовательно, сама ванная не нужна. Ну, понятно, что мы эстетой, мы любим там кто-то принимать ванну, кто-то душ. Но в такой квартире это непрактично. Душевая же кабина, она визуально нам расширяет пространство ванной комнаты, потому что дверцы мы сделали прозрачные и не нарушают никаких препятствий. То есть здесь при 34 квадратах большая полноценная ванная, которая бывает в квартирах 70 и более метров. Здесь полноценная душевая кабина, которая 90 на метр 10. Здесь можно спокойно поместиться, помыться. Здесь мы сделали ниши, которые можно использовать под шампуни, под всякую косметику женскую. Здесь есть душевая лейка, здесь есть душ, которым нужно пользоваться для каких-то гигиенических целей. И также есть носик, если нам нужно набрать бедро воды, нам нужно там вот этими шлангами. То есть мы поставили его и спокойно наливаем или держим. Все это очень удобно. Дверца у нас не распашная, не раскладушка, а просто сдвижная, тем самым мы тоже экономим пространство. Унитаз с крышкой, микролифт, сделан полностью из дерева по классической технологии. Сам такой классической французской формы, что также создает настроение интерьера. Хочу обратить внимание вообще, как у нас сделана плитка. Если вы помните проект, то у нас была здесь также по проекту инсталляция, которая была зашита, только она была зашита до потолка. Опять же, когда я оказался на объекте, я понял, что мы не можем себе позволить вот это пространство просто потерять. Я стал думать, может быть, мы здесь сделаем какой-то шкафчик, но это бы повлекло за собой опять же какие-то расходы, время и так далее. Поэтому я принял решение, что мы зашиваем инсталляцию и оставляем в таком это виде. Конечно же, это за собой повлекло более качественные и длительные приточные работы, но они себя полностью оправдали. Посмотрите, как вообще это все фиртуозно выполнено, как сделан угол, как запилы плитки под 45 градусов. Вообще, Федор просто молодец. Он в течение месяца здесь занимался ванной комнатой. Это кропотливый, тяжелый труд, который просто вот на лицо. Посмотрите вот на эти нюансы, да, посмотрите на этот угол, посмотрите вот на эти запилы под 45 градусов. Мало кто в Москве выполняет именно так плиточные работы. Здесь у нас совершенно нестандартная тоже ситуация. Мы не могли поехать купить просто отдельную раковину и здесь еще поставить открытую стиральную машинку. Вернее, мы могли бы, но это было бы не чистое интерьерное решение. Поэтому компания Беконика, это наш партнер столярного производства, выполнила для нас вот эту композицию. Встроенный шкаф. Здесь у нас находится мойка, а здесь у нас спрятана стиральная машинка. Причем именно встроенная машинка, не отдельно стоящая. По практике их мало ставят, потому что она всегда дороже. У нее здесь специальные магниты, здесь специальные петли под двери. Но она так рассчитана, что все это закрыто. И мы поставили здесь ее. Если вы помните, в этой зоне мы положили кусок теплого пола для того, чтобы потом в будущем повесить вот эту штангу. И когда выходишь из душа, вешать полотенце, и оно будет сушиться от этой стены. И у нас здесь нет никаких полотенцесушителей, которые бы тоже съедали пространство. О них можно было бы обжечься, это было бы некомфортно. Здесь у нас получился достаточно такой практичный и функциональный шкафчик, куда можно выставить всю косметику. Я думаю, девушки будут просто восторг. Наверх можно убирать всякую бутварь, которая также не нужна. Белье, полотенце, может быть, какое-то постельное белье, которое тоже надо где-то хранить. Это очень, кстати, хорошее место для хранения. Здесь у нас стоит такая красивая дверка, тоже с филенкой. В французском стиле это фабрика Волховец. Дверь называется Галан. Она достаточно известна на рынке, стоит вменяемых денег. Конечно, мы ее сюда применили. Также у них есть такая классическая французская ручка, стоит она порядка 2000 рублей. В центре квартиры, потому что квартира это одна комната, мы положили ковер. Ковер очень объединяет и собирает пространство, и к тому же он очень тактильный и приятно ощущать, ходить по нему босиком. Я вообще люблю ходить в квартире босиком, я не люблю тапочки, поэтому я часто использую ковер, ковролин. Мне это нравится. Посмотрите на диван. Диван сделан в такой плюшевой обивке. И в компании H&M подобрали вот такую зеленую подушку, тоже бархатную, которая здесь очень классно, гармонично смотрится. На днях буквально световое пространство. Это очень удобная и правильная планировка, потому что квартира находится не пеналом, не каким-то паровозом. Знаете, вот сейчас очень часто делают квартиры, там большая площадь, квартира 150 метров. Ты приходишь, и там тоже два или три окна. Ты понимаешь, что там вот такой вот железнодорожный вагон, в конце, в торце которого находятся окна. Здесь наоборот, здесь этот вагон вытянут вдоль окон. И в конце дополнен еще маленькими квадратными окнами. У нас над нами соседи, и там идет балкон по архитектуре, поэтому у нас здесь два окна. Но другие квартиры однокомнатные имеют вот этих квадратных окон три. Когда нет над нами балкона, там идет три окна. Также мы здесь применили широкий плинтус 14 сантиметров высотой, что также придает определенную парадность и такую классическую форму интерьера. Что, пришло время сказать несколько заключительных слов. Для нас это был определенный вызов. Для меня вообще лично было это интересно, потому что до этого я привык делать объекты по году, по два, по три. Делать какие-то эксклюзивные нестандарты. И на то был тот период времени. Сейчас время другое, сейчас все должно быть четко, быстро, бюджетировано. И также это все должно быть красиво. Поэтому для меня это был некий такой вызов, чтобы сделать квартиру за 50 дней. И мы с этой задачей справились. Спасибо всем большое. Спасибо огромное всем участникам, всем нашим партнерам, всем подрядчикам, которые принимал участие на этом объекте. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok